Тут страна, кстати, День Конституции отмечала, никто почему-то, ну или почти никто из высокопоставленных чинов и государственных СМИ об этом даже не вспомнил, ну разве что Медведев, предложивший в очередной раз исковеркать документы или, как он выразился, частично переписать основополагающий закон страны, видимо, опять ради нас. Поэтому ждем чего-нибудь безрадостного, как обычно, общим помянем и начинаем. Ну а начнем по традиции с рывков и прорывов. Жители Магадана пожаловались на существенное увеличение стоимости проезда в общественном транспорте. С 1 декабря цена поездки в половине городских маршруток выросла сразу до 85 рублей, это если разово прокатиться, при использовании единой транспортной карты услуга обойдется дешевле, в 65-ре, но все равно дороже, чем ранее, потому что ранее было 58. Народ негодует, возмущается, мол, совесть есть и так, ведь ценами душат со всех сторон, к тому же оплату за проезд. В текущем году уже увеличивали, не далее, как в январе. Теперь попробуйте угадать, что по этому поводу говорят магаданские власти. Ну, конечно, виноваты кругом враги. Семен, Семен, ну что вы? Сейчас остановимся на унам подробнее, это реальная журналистика, мы строили, строили и, наконец, приплыли. Тема сегодняшнего выпуска, поехали! Так, о чем мы, ах, да, о заоблачном повышении цены на проезд для магаданцев и о том, кто же в этом виноват? Ну, тогда держитесь за что-нибудь, потому что попробую процитировать ответ городской пресс-службы по данному поводу одному из местных активистов. Итак, внимание! Повышение стоимости проезда является вынужденной мерой, поскольку в условиях внешнего санкционного давления подорожали запчасти, автобусы, различные услуги. У автотранспортных предприятий имеются обязательства по лизинговым платежам, ну и так далее. Короче, санкции во всем виноваты, понятно вам? Тьфу, даже как-то неинтересно. Я-то думал, может хотя бы марсиане или там половцы с печенегами к оному причастны, а это снова Байден и загнивающая Европа пакостят. Кстати, стоп. А как же пресловутое импорт-расхищение, простите, импортозамещение, конечно же, хотя при чем тут импортозамещение? Там же в основном высокими технологиями занимаются они какими-то автобусами. Ладно, тогда как же польза от санкций? Я хочу сказать, что санкции это не то, что нас не сломит, это то, что нам нужно сейчас. Путин вывел страну из позора и нищеты 90-х годов. Отрыжка болотной площади. Правильно. Что никогда рачи на коленях стоять не будут. Вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ, и мы еще будем кормить Европу и Америку. Вот я о том же, разве вот эти вот санкции совсем не полезны? Да ладно, серьезно? Я отказываюсь в это верить. Да неужели? Нас долгие годы просто обманывали. История России показывает, что мы, как правило, и жили под санкциями, начиная с того момента, когда Россия начала вставать на ноги и чувствовать себя крепко. Это было на протяжении всей нашей истории. Я уже не говорю даже про советское время, но и раньше это было. Нет сомнения, что мы с этим давлением справимся. Мы уже научились это делать. И обратим в конечном счете все эти действия на пользу нашей собственной экономики, нашему собственному экономическому развитию. Ведь ничего такого не происходит, экстраординарного. Ну, блядь. Ну и дабы закрыть эту тему, знаете, а я вот тоже сейчас подумал, ничего экстраординарного и правда не произошло. Ну да, проезд в маршрутке для жителей Магадана вырос почти до 90 рублей. За последние 4 года в 4 раза цена увеличилась. Ну и что тут такого? В конце концов, нельзя же быть настолько меркантильными. Не все и не всегда измеряется деньгами. О высоком надо думать. О духовном, о скрепном. Набить себе живот. Улучшить качество своей жизни. Накопить каких-то денег. Это ведь чисто американская традиция чуждая российскому патриоту. А у нас, помните, как однажды поэтично сказал миллионер и депутат Николай Валуев, бедным быть не стыдно. Стыдно быть дешевым. Вот, никогда не забывайте об этом. И не только об этом, собственно. Вообще, оставайтесь на патриотической волне постоянно. Особенно, когда слышите патриотические речуги от небедных, в общем, соотечественников, а ни плохого не посоветую. Вывод такой, что в среднем цены подорожали процентов на 25 к прошлому январю. То есть, я считаю, что это не так страшно. Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, да, но надо вспомнить о том, как мы же все россияне, русские люди, мы прошли и голод, и холод, и все, что такое не прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье. Стать поменьше питаться, например. Че? Че, с***? А весь остальной народ, великий и могучий скреп державы, тем временем продолжает давить друг друга в очередях за яйцами. Информагентство в буквальном смысле пестрят заголовками. В Саратове сотни россиян выстроились в такие очереди. Яйца там продавали по 78 рублей, потому что по два десятка в одни руки. Власти Белгорода призвали горожан не создавать искусственного ажиотажа. Вокруг все того же продукта начинается массовый яичный психоз. Яйцами запасаются, как гречка, и в свое время в соцсетях, к слову, даже мемы стали появляться на эту тему. Икра куриная недорого. Браво танцующим! Причины резкого повышения цен на куриное яйцо в Петербурге выяснит федеральная антимонопольная служба. У компаний-производителей «Псицефабрик» ведомство потребовало данное о формировании оптово-отпускных цен. Кроме этого, запросы УФАС направлены в 10 торговых сетей. У ритейлеров антимонопольщики хотят выяснить еженедельную динамику закупочных цен и розничных цен. И, конечно, конечно, снова начались поиски виновных в режиме ошпаренной кошки, хотя на данном фронте ничего кардинально нового не наблюдается. Кто виноват? Ну, как всегда, плохие злые коммерсанты-хапуги, которые решили харю себе наесть на беде общей. Эксперты какие-то начали плодиться пачками, вылезая изо всех щелей. Ну, у нас же страна профессоров около всяческих наук. Каждый суслик-агроном, как известно, между прочим, в данном конкретном контексте поговорка вообще в кассу. Я заехал в магазин шаговой доступности в Подмосковье, выросли цены. В Москве выросли цены. Интернет-магазин также поднял цены на яйца. И теперь надо понять, а в чем причина? Почему все дорожает? Почему у нас стоимость растет? И явно, что увеличение уже превышает ту инфляцию, которая была спрогнозирована. Мы надеемся, что мы не просто разберемся, а добьемся, чтобы цена пошла вниз. Люди имеют право покупать продукты не так дорого, как это нам, извините за выражение, но впаривают отдельные предприниматели. Любого рода рост цен на продовольствие должен быть, безусловно, обоснованным. Естественно. Вы прослушали выступление пары таких сусликов-агрономов или депутатов-популистов. Так будет, наверное, правильный. Некто Нилов от ЛПДР и Хамзаев от всенародно любимой партии «Единая Россия» только что языками трекали. Мужчинки тоже не понимают, почему цены-то растут на те яйца равно, как и на мясо птицы. Ну да я им попробую объяснить. Для начала было бы неплохо, если бы вот такие говоруны хотя бы изредка почитывали книжки об экономике. Учебник школьный для старшеклассников тоже сойдет. Но если даже на это не способны, на меня пусть подпишутся и посмотрят наши эфиры. Мы, к слову, там специально для тупых, в том числе, ну в смысле для особо одаренных, имелось в виду, очень тщательно все разжевываем. Пару месяцев назад, кстати, как раз о проблемах сельхозпроизводителей. Говорили и о проблемах птицеводов в частности. Нас, правда, в очередной раз в русофобы и паникеры записали. Ну да мы отвлеклись целую программу. Повторюсь, мы тогда посвятили данной проблеме. Мы заодно попытались объяснить, почему цены и на яйца, и на курицу выросли, растут и будут продолжать. Да, да, предупреждали, что тенденция это сохранится и в конце концов рванет. Все хорошо. Все в абсолютной безопасности. Никакой паники нет. Ладно, давайте без стеба попробую еще раз раскрыть яйцеголовым популяризаторам причину вот этой вот тайны, покрытой мраком. А дело в том, что коммерсанты тут действительно ни при чем, и торговые сети тоже ни при чем, все гораздо проще. Мы опять упираемся в пресловутое импорторасхищение, коим занимались аж полтора десятилетия ради показухи, ради галочки на бумажке. У нас ведь в сельском хозяйстве, как и везде, технологии импортные, оборудование импортное, медицинские препараты. А птица, она живая, она как и человек болеет. Ей тоже нужны витамины, пищевые добавки и бла-бла-бла. Так вот, вот это вот, тоже все импортное, даже комби-корма фермеры за бугром закупают, потому что от отечественных курица дохнет. Что мы хотим при таких-то раскладах? Снижение цены как? За счет чего? По щучьему велению, что ли? По-моему, ответ очевиден. Во всем виноват Алексей Навальный. А вот теперь по-честному. Что конкретно сделали российские власти, дабы вот этой ситуации сейчас не было? Да ничего. Импортозамещение провалили, выше сказал они, и сами это признают. Теперь вот делают вид, будто удерживают национальную валюту от падения, пытаясь в действительности просто занизить курс иностранных валют ради выборов в марте. Что еще? Ах, да, подняли кредитную ставку до заоблачных высот, что, естественно, не могло не ударить по малому и среднему бизнесу, для которого кредиты золотыми стали, а теперь, значит, руками разводят. Ой, а кто это сделал? А поскольку наши властители, они по большей части исповедуют исключительно логику, а давайте что-нибудь еще порегулируем, то шансов на то, что экономику они оставят, ну, или переведут в экономическое русло, а не административное, он практически нулевой. Поэтому я исхожу из следующего, что рост цен, как это был, есть и будет. Это просто праздник какой-то. Господи, да чего далеко ходить? Мне тут на меднем пост один переслали, я ухахатывался просто. Знаете, чем в Совете Федерации, например, занимаются прямо сейчас, когда, повторюсь, народ стонет, давит друг друга в этих идиотских очередях за яйцами, и гадает, какой подляна ожидать после Нового Года, в смысле, что и насколько подорожает еще, и как оно шарахнет по нашим карманам, так вот. В Совете Федерации в это время на серьезных щах обсуждают американское движение Child Free, которое они думают запретить и у нас на всякий случай, потому что, по мнению сенаторов, и вот опять держитесь за что-нибудь, это тормозит развитие нашей страны, ни больше, ни меньше. Мешает нам, сука, то Child Free вперед двигаться и процветать, ага. Пусть оно вместе с этим названием, и он же в нашей стране. Да, хорошо бы, чтобы умерло, но вот, тем не менее, по существу речь идет, мы в своем кругу можем все-таки своими именами называть вещи, в своем кругу, да, потому что это просто пропаганда того, что мешает развитию нашего государства, нашей цивилизации. Но я хочу вас огорчить, вы совершенно не правы. Трутни, вот трутни, бездельники, я не могу другого слова подобрать. Ладно, все, закругляться пора, переваривайте. Это была реальная журналистика, сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока. Продолжение следует...